Пенсионерку Ольгу Саксонову остановили сотрудники госавтоинспекции, когда она переходила проезжую часть в неположенном месте. На вопрос, почему нарушают, пожаловалась на большое расстояние до подземного и пешеходного переходов, которое тяжело преодолевать с больной ногой. После профилактической беседы с инспектором ДПС пообещала больше не нарушать. Во-первых, мешаем водителям, прежде всего. Мы сами подвергаемся риску. Конечно, неправильно это. Так вот, раз перебежала, кажется. Больше не буду, вот клянусь. В городе реализуется муниципальная программа повышения безопасности дорожного движения на 2021-2025 годы. Одна из задач – повышение правосознания, ответственности и культуры безопасного поведения на дороге. Сотрудники госавтоинспекции еженедельно проводят профилактические рейды по выявлению пешеходов-нарушителей. Инспекторы ДПС ловят нерадивых граждан, перебегающих дорогу в неположенных местах и объясняют им правила перехода проезжей части. Люди зачастую нарушают правила дорожного движения, переходят дорогу в неположенном месте, перебегают, таким образом подвергая опасности себя и водителей, других окружающих, подавая плохой пример детям, подросткам. По вине пешеходов в этом году произошло 112 ДТП, 10 из них погибли, 105 пострадали. В начале нарушителя пробивают по базе ГИБДД. Если предупреждение или штраф отсутствуют, то проводится разъяснительная беседа и пешехода отпускают без штрафа. Если он уже попадался, придется заплатить 500 рублей. Если о себе не побеспокоишься, никто не побеспокоится. Водитель едет на транспортном средстве и всякие жизненные ситуации бывают. Нужно соблюдать правила и не нарушать их. Пешеходов, которые соблюдали правила дорожного движения, наградили световозвращающими брелками. По данным ГИБДД, при использовании таких элементов в одежде, риск наезда на пешеходов в темное время суток снижается на 80%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова